Всем привет! Это канал StartAndroid, здесь Виталий Непочатов, и мы продолжаем рубрику Как создать Android приложения. В этом уроке научимся создавать приложения для чтения штрих-кодов и QR-кодов с использованием стандартной библиотеки Mobile Vision API. Но прежде чем мы начнем, хочу представить вашему вниманию канал NowAndroid. Это еще один русскоязычный канал молодого разработчика, который учится и делится своим опытом создания приложений для устройств на базе Android. Подписывайтесь на канал по ссылке в описании этого видео. А теперь вернемся к теме урока. Еще с выпуском Google Play Services версии 7.8 разработчики добавили интерфейсы Mobile Vision, которые обеспечивают API для обнаружения штрих-кодов. Они считывают и декодируют множество различных типов штрих-кодов быстро, легко и локально. Классы для обнаружения и анализа штрих-кодов доступны в пространстве имен com.google.android.gms.vision.barcode. Основной рабочей лошадкой является класс Barcode Detector. Он выполняет обработку объектов в фрейм и возвращает массив штрих-кодов с Perse Array. Тип Barcode представляет собой единый общепризнанный штрих-код и его значение. В случае 1D штрих-кодов, таких как коды UPC, это будет просто номер, который закодирован в штрих-коде. Его значение доступно в поле RowValue, в то время как тип штрих-кода, то есть его кодировку, можно найти в поле Format. Для 2D штрих-кодов, которые содержат структурированные данные, такие как QR-коды, в поле Value Format устанавливается определенный тип значения, соответствующего полю данных. Так, например, если обнаружен тип URL, то в поле Value Format вернет константу URL, а объект Barcode URL Bookmark будет содержать значение URL-адреса. Помимо URL-адресов существует множество различных типов данных, которые QR-код может хранить, например, почтовый адрес, дату и время события календаря, мероприятие в календаре, информацию контакта, номер телефона, местоположение на карте и другие данные, полный список которых приводится в документации. Ссылки на документацию смотрите в текстовой версии урока на сайте в Android Info, ссылка в описании видео. Использование в приложении Mobile Vision API позволяет считывать штрих-коды в любом положении. Важно отметить, что синтетический разбор всех штрих-кодов выполняется локально, поэтому вам не нужно использовать соединение с сервером для чтения данных из кода. Например, при считывании линейного штрих-кода PDF417, который может вместить до 1 кБ текста, можно сразу же получить всю закодированную в нем информацию. Итак, для разработки приложения нам понадобится среда разработки Android Studio, смартфон на версии Android 4.2.2 или более поздней. Последняя версия Android SDK, включая компонент SDK Tools, вы можете получить его с помощью Android SDK Manager в Android Studio. Создаем новый проект в Android Studio, при создании выбираем шаблон Empty Activity. На следующем шаге нужно убедиться, что наше приложение может использовать службы Google Play, в состав которых входит Mobile Vision API, для этого нужно обновить файл Build Gradle нашего проекта. В секции зависимостей должна быть такая строка, которая ссылается на библиотеку Google Play Services. Обновите Gradle при необходимости. Службы Google Play часто обновляются, и чтобы получить последнюю версию, в Android Studio выберите инструменты Android SDK Manager. Затем найдите строчку для сервисов Google Play и убедитесь, что у вас установлена версия 26 и выше, если нет, установите компонент. Теперь давайте создадим пользовательский интерфейс. В Android Studio выберите папку res и откройте ее вложенную папку layout. Здесь вы увидите файл ActivityMain.xml, откройте его в редакторе макетов. Вы можете видеть, что ваш макет содержит текстовое поле TextView, нужно изменить макет вот таким образом. Теперь здесь будет, кроме текстового поля, также кнопка и изображение. Для всех экранных компонентов прописываем идентификаторы, чтобы потом обращаться к ним в коде. По нажатию на кнопку будет происходить загрузка и обработка изображения штрих-кода, которое будет отображаться в ImageView. После завершения обработки штрих-кода информация, считанная из него, будет отображаться в TextView. Обычно приложения для считывания штрих-кодов получают изображение с камеры устройства или обрабатывают превью камеры. Для реализации этого потребуется достаточно много кода и в конце урока я покажу пример реализации такого приложения. Чтобы упростить этот пример, мы обработаем готовое изображение QR-кода, которое уже присутствует в нашем приложении. Вот пример изображения QR-кода, которое вы можете скачать в текстовой версии урока на нашем сайте в Android.info. Назовите его qr.png и добавьте в папку проекта resDrawable. Android Studio обеспечит доступ к файлу в качестве ресурса с таким идентификатором rDrawableQr. Теперь перейдем к написанию кода приложения. В файле MainActivity в методе onCreate добавьте следующий код. Таким образом мы настроим обработчик событий onClick, срабатывающий, когда пользователь нажимает кнопку. Остальной код напишем в методе onClick. Начнем с загрузки изображения штрих-кода. Сначала находим ImageView по идентификатору, затем используется BitmapFactory для декодирования ресурса rDrawableQr в растровое изображение. Полученное растровое изображение передаем ImageView. Далее создаем экземпляр класса BarcodeDetector, используя Builder и настраиваем его на поиск QR кодов и матрицы данных. Есть также много других типов штрих-кодов, которые он мог бы найти. Вполне возможно, что при первом запуске наш детектор штрих-кодов сработает, когда служба в Google Play еще не будет готова для обработки штрих-кода. Поэтому мы должны проверить, что наш детектор работает, прежде чем использовать его. Если нет, нам придется ждать окончания загрузки или сообщить пользователям, что нужно найти подключение к интернету или освободить место на устройстве. Прежде чем мы обратимся к текстовому полю, нужно объявить и найти его выше в методе onCreate. Теперь допишем метод вывода сообщения. Теперь, когда наш детектор создан и мы знаем, что он работает, создаем кадр из растрового изображения и передаем ему детектору. Тот возвращает нам массив штрих-кодов SparseArray. Обратите внимание, что Mobile Vision API способен обнаруживать несколько штрих-кодов в одном кадре. В этом случае массив SparseArray будет заполнен несколькими записями. Обычно на этом этапе нужно пробежать по массиву SparseArray и обработать каждый штрих-код отдельно. Нужно продумать возможность, что штрих-кодов может быть несколько или ни одного. В нашем случае мы знаем, что у нас есть только один штрих-код и можем прописать жестко код для него. Для этого мы берем штрих-код, называемый thisCode, который будет первым элементом в массиве. Затем присваиваем значение его поля rowValue текстовому полю TextView и все. Теперь все, что нам нужно сделать, это запустить приложение. Запускать лучше на реальном устройстве, поскольку на эмуляторе работать не будет, потому что на эмуляторах по умолчанию отсутствует сервис Google Play. Вот приложение запустилось на устройстве, жмем кнопку. Если вы используете изображение штрих-кода qrpng, вы увидите в текстовом поле данные, закодированные в qr-код. Это адрес нашего сайта fandroid.info. Это был простой пример приложения, демонстрирующий работу Mobile Vision API, но полноценный сканер штрих-кодов должен получать изображение с камеры устройства или обрабатывать превью камеры. Разработчики подготовили пример такого приложения на GitHub, и вы можете скачать его код по ссылке в текстовой версии урока на нашем сайте fandroid.info. Клонируйте или скачайте проект и откройте в Android Studio модуль Barcode Reader. При запуске приложения из этого проекта мы можем увидеть, как оно работает. Первоначально открывается стартовый экран, на котором можно включить автофокус или вспышку. Кнопка считывания штрих-кода запускает камеру. Приложение отслеживает появление штрих-кодов на превью и рисует рамки на обнаруженных штрих-кодах. При нажатии на область обнаруженного штрих-кода, превью закрывается, передавая при этом данные обнаруженного штрих-кода в текстовое поле на стартовом экране. Это приложение также использует Mobile Vision API, но при рассмотрении проекта в Android Studio можно увидеть, что кода здесь побольше, чем в нашем простом примере. Приложение состоит из 8 классов. Три из них отвечают за интерфейс и работу с камерой. Класс CameraSource представляет управление камерой для получения предварительного просмотра. Класс CameraSourcePreview отвечает за отображение превью на экране. Класс GraphicOverlay отображает графические объекты поверх связанного предварительного просмотра камеры. И остальные классы. Класс MainActivity отображает стартовое окно с настройками и кнопкой запуска сканирования и получает данные штрих-кода для размещения в TextView. Класс BarcodeTrackerFactory реализует паттерн фабрика и используется для создания трекеров штрих-кодов, по одному для каждого штрих-кода. Класс BarcodeGraphicTracker это трекер, который используется для обнаружения штрих-кодов на экране и их отслеживания для наложения графики, а также удаления графики, когда штрих-код покидает зону видимости. Класс BarcodeGraphic используется для отрисовки экземпляра, накладываемого на штрих-код изображения с учетом его положения, размера и идентификатора. Класс BarcodeCaptureActivity это активити, которая запускается при нажатии кнопки считывания штрих-кода в стартовом окне приложения. Эта активити отображает превью камеры и определяет штрих-коды на нем, выполняет их считывание и наложение графических рамок на каждый штрих-код с помощью вышеперечисленных классов. Я не буду в рамках этого урока углубляться в более подробное объяснение кода от разработчиков, а оставлю это вам в качестве домашнего задания. Тем более, что код прекрасно документирован, каждый класс и метод содержит комментарии на английском языке. Читать и разбираться в таком коде очень полезно, особенно начинающему разработчику. А если комментарии в коде вам недостаточно, пользуйтесь возможностью поиска в Google по выделенному имени класса или метода в контекстном меню редактора в Android Studio. Поиск наверняка приведет вас на страницу официальной документации, где вы можете получить исчерпывающую информацию. Также в результатах поиска будет очень полезно изучить примеры с сайта StackOverflow с комментариями опытных разработчиков. А наш урок на этом завершен. Исходный код и ссылки ищите в текстовой версии на сайте FandroidInfo, ссылка под видео. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска, с вами был Виталий Непочатов, всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok